говорят что цвета которые нас окружают могут влиять даже на наше настроение поэтому так важно то что будет окружать нас дома как выбирать цвета которые будут украшать нашу квартиру и способствовать нашему хорошему настроению и качеству жизни будем говорить сегодня в программе с Ольгой Митрофановой у нас в гостях дизайнер архитектор Виктория Рякунова Вика здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть Вик мы сегодня задали ну наверное такую очень обширную но для дизайнера тоже очень обширную тему она называется цвет в интерьере и даже если мы начнем ее дробить там действительно будет масса нюансов это и наше настроение как каждый свет может на него влиять хорошо ли плохо ли да это и стили это и фактуры это и сочетание цветов в интерьере огромное количество всего но мы решили сегодня все-таки остановиться на каких-то базовых понятиях потому что цвет который мы будем выбирать для помещения в котором находимся он напрямую связан ну по крайней мере для дизайнеров с тем стилем который будет наше помещение присутствовать я не знаю насколько можно самостоятельно без специалиста разобраться в этих вещах но мне кажется какие-то базовые интересные вещи мы сегодня точно попытаемся рассказывать я совершен совершенно верно да всем известно что цвет интерьер они просто не отделимы друг от друга потому что когда мы покупаем даже ту или иную вещь мы первым делом обращаем внимание на цвет этим умело пользуются маркетологи они очень ими варьируют привлекают внимание если ты хочешь более роскошного чего-то привлекать внимание бордовый цвет это прямо где а это отдельно это отдельно да можно об этом говорить потому что есть психология цвета и как она влияет на на человека про каждый цвет оттенок можно говорить просто бесконечно много но сегодня мы все-таки наверное не об этом вот цвета неотделимы связаны со стилем со стилем который которого человек хочет достигнуть обратившись к дизайнеру или самостоятельно человек ищет те или иные сочетания цвета есть такие яркие примеры как эко стиль нео классика этно этно вообще очень разнообразный стиль это пожалуй наверное яркие примеры того какие сейчас вот за основу можно было бы сразу нас получается для каждого стиля есть определенный набор цветов по которым мы будем и угадывать опять же с другой стороны если хотим создать хотя бы намек на этот стиль да и самостоятельно своей квартире мы должны это учитывать что мы должны начинать наверное с выбора цветов до без чего начинаем безусловно мы можем изначально поговорить про эко стиль он сейчас очень близок и к сейчас вообще на пике популярности очень многие говорят о экологии природе то есть это что-то природное это что-то живое понятно и всем то есть это мягкие какие-то оттенки древесные фактуры что-то очень уютное нейтральное но в то же время эко стиль может подразумевать и какие-то природные яркие акценты такие как песочный цвет яркий какой-то зеленый но не флуоресцентные а больше такой травянистой скорее то есть если мы рассмотрим на примере дерева то это какие-то светлые оттенки если мы возьмем давай дерево нашим дерево другого оттенка то есть будь то орех или бук а вот то это будет даже желе его это уже много оттенков и совершенно верно да то есть такие вот природные акценты их нужно учитывать и будет это пол будут ли это стены в этом тоже нужно быть очень аккуратным потому что изобилие фактур не приводит к какому-то очень гармоничному интерьеру потому что каждая фактура она имеет определенный свой оттенок тут нужно на это тоже обращать поэтому даже желание сделать интернет интерьер сдержанным природным допустим только с оттенком какого-то дерева она тоже может сыграть злую шутку если мы захотим сразу всего и много даже в одном стиле всего и много ну с точки зрения дизайнера это не есть хорошо соверши совершенно верно то есть изначально лучше всего использовать три цвета базовых да это и про гардероб так говорят про дарю знают очень многие вот что касается создание интерьера в квартире это знают не все да то есть это вообще база это база для всего будь то интерьер будет то одежда будь то городская застройка то есть тут тоже это очень тонкие такие нюансы которые нужно учитывать когда человек начинает делать интерьер у него разбегаются глаза если он приступил впервые к этому вот у него появилось жилье и он хочет создать его с чистого листа таким какой он есть но разбегаются глаза в обилии материалов в обилии цветов это красиво и это красиво особенно если артистичные натуры у них сразу восторг от количества ткани от количества светильников разбег большой очень большой иногда в моей практике очень трудно притормозить человека у то есть он вкусил аппетит приходит во время еды опять же до цвет влияет и на аппетит то есть в зависимости от того какого цвета ваша кухня аппетит будет либо снижаться либо увеличиваются и про каждый цвет так можно сказать красный цвет например в нашей культуре до в русской он ассоциируется больше с чем таким агрессивным если мы не говорим про старые если мы не говорим про старые традиции то есть да про древнерусские когда красный сарафан то есть вот на нарядный до такой цвет сейчас красный это больше наверное все таки больше к агрессии относится но вот например китай япония там уже это рассматривается с другой стороны то есть все сводится еще к культурному аспекту помимо стилистического вот так например если мы будем говорить про неоклассику про следующий стиль который давайте мы по порядку вот сейчас для того чтобы не запутать наших зрителей окончательно давайте попробуем все-таки некой классификации добиться вы для тех людей которые действительно впервые приобрели жилье или хотят обновить да но не так что ой купил шкаф потом купил вот это а теперь вот еще обойки неплохие а потом как это все вместе помирить есть определенные стили даже если нам кажется что в нашей квартире эти стили не присутствуют может быть люди сейчас узнают да но по большому счету это то с чего нужно начинать тогда больше шансов что все помирится между собой что все будет гармонировать между собой поэтому давайте сейчас эти стили обозначим и немножечко разберем их как раз точки зрения цвета раз уж мы сегодня решили делать акцент именно на нем хорошо как мы начали с эко стиля если обращать внимание на него с точки зрения цвета это светлые стены какой-то природный пол это непосредственно дерево если есть возможность бюджета да то лучше использовать натуральное дерево не ламинат я бы посоветовала использовать более теплые оттенки то есть это либо дуб либо бук либо какой-то серый какой-то оттенок то есть светлые и теплые тона пастельная такая гамма на стенах можно уже добавлять акценты фисташкового цвета древесные более насыщенные шоколадные какие-то оттенки но приглушенные не очень плотные нужно уметь создавать базовый фоновый цвет то есть люди когда делают свой интерьер и опять же да разбегаются глаза они забывают про то что на основном фоне стены могут быть просто бледно-бежевого цвета но если они будут добавлять а за и очень любят этот цвет потому что уже потом на его фоне можно играть практически я открою секрет дизайнеры не любят этот цвет потому что это прерогатива большинства людей дизайнеру хочется творчество да она же воспринимает как творческих натур поэтому дизайнеру хочется сложных цветов цвет слоновой кости они бежевые то есть дизайнеру хочется не серый а серый с оттенком другого цвета то есть дизайнеру хочется использовать краску которая при преломлении солнечных лучей будет давать иной оттенок а когда начинаешь общаться с заказчиком большинство людей говорят я хочу бежевый спокойный интерьер и дизайнер начинает унывать потому что это так скучно как бы не это я ни в коем случае не хочу оскорбить никого вопрос в том что бежевый интерьер он тоже может быть разным и на фоне этого бежевого не нужно бояться вносить акценты акценты могут быть в виде штор даже если мы говорим про эко стиль да то есть мы например можем взять оттенок дерева и к нему например добавить каких-то зеленых оттенков и это уже будет это будет прям очень это малахитовый такой да несмотря на то что он очень плотный очень насыщенный но к к стилю зеленые тона теплые зеленые тона я рекомендую к к стилю все-таки больше теплые оттенки нежели чем холодные вот он будет более уместен можно взять шоколадный но как правило люди боятся потому что это очень плотный насыщенный цвет и каяния много может быть темного даже да то есть возьмите за основу светлые стены пусть это будет цветло-серый бежевый если он так устраивает и вы чувствуете себя в нем уютно добавьте в шторы акцентные пусть это будет шоколад молочный шоколад пусть у вас на диване появятся подушки песочного цвета приглушенного белый плед и тогда все это вместе будет играть будет серый диван не берите пестрые обивки к к стилю это не имеет никакого отношения если в отношении если вы хотите взять что-то пестрое то пусть это будет как раз не белая а пестрое покрывала на фоне серого дивана то есть в эко стиле важно больше наверное фактуры нежели чем узоры и изобилия какого-то цвета и к она больше про спокойствие то есть на природе мы отдыхаем мы наслаждаемся тем что нас окружает такие сейчас пытаясь себе представить внутренне да ну как сориентироваться и к стиле не или не к стиль когда вы рассказываете я представляю себе допустим какую-нибудь дубовую рощу после дождя да вот это вот как раз деревянная фактура вот этот вот приглушенный зеленый и как какой-то яркий акцентом виде травы или нескольких ярко желтых цветов либо например это некий деревенский домик да вот сруб такой где как правило такой моно цвет и вдруг несколько там тканых вещей такой грубой фактурой то есть или какое-то поле да там опять же желтым будет не такой не канареешь на желтый да это будет такой теплый пшеничный песочный то есть по большому счету когда мы представляем вот некое такое природное сообщество в голове вот наверное это должен должно быть хорошим ориентиром пусть скорее всего да сейчас более понятным наверное будет даже не то что о чем вы сказали да более такое что-то из детства до роща деревянный домик современному поколению понятно скандинавский стиль то есть он повсеместно он везде серые черные немножко приглушенных оттенков мне кажется сейчас практически наверное не найдется человека который не видел в качестве примера фотографии этого стиля то есть я думаю это будет понятно практически в каждом втором или каждом третьем даже взрослому поколению мы берем в расчет всех абсолютно мы никого не ущемляем сейчас насмотренность у людей очень большая и и и к опять же он делится он может быть в отголосок скандинавского в отголосок нашей какой-то вот дерево ушки сруба то есть это все про эко то есть эко она может быть более насыщенным по древесном у такому оттенку а может уходить в чистоту то есть в белый все серые голубой да то есть что-то конечно но не нужно забывать что в эко должно присутствовать как раз вот эти вот природные цвета то есть песочный рожь то есть вот такие теплые не кричащие оттенки переходим еще в дальнейшем стиле пожалуй самым понятным это будет неоклассика да очень часто люди хотят создать своем доме уют и говорят как раз пробеживать цвета которым мы уже говорили про спокойную мебель про какие-то классические моменты вот не неоклассика она про это где-то может добавляться отголосок совка такой до хрусталь но опять же деликатный хрусталь то есть мы не говорим сейчас про гусь хрустальный да мы говорим немножко про более деликатные такие вещи хрусталь может быть в светильнике отображен в декоре такие вот какие-то нюансы а все остальное как раз может быть это могут быть лаконично выкрашены в светло-серой стены мебель может быть более такого значимого порядка как привести пример это наверное скорее что-то дворцовая да то есть это вот отголоски дворцовая уже не дева такой формы да когда несколько прямоугольников это как раз уже такие деревянные бортики но что-то такое сдержанное то есть неоклассика она не про помпезность она про сдержанную классику то есть это будет классический диван но без вензелей таких царских то есть но отголосок основную форму какой-то посыл он будет вот из прошлого поэтому говорится на его классика по каким цветам мы узнаем на его классику это светлый желтый приглушенные желтый это все пастельные тона светлые тона мрамор то есть это вот про этот стиль очень сдержанный этот стиль у меня в интерпретации нашей страны он почему-то у меня ассоциируется с клерками вот они сдержанные большая часть времени они проводят в пиджаках у них дресс-код то есть вот это моя прямая ассоциация как просто человека который занимается этой профессии возможно я ошибаюсь но это внутреннее какое-то ощущение но есть же тоже разная категория людей которые работают в офис некоторые любят яркий галстук несмотря на свой сдержанный костюм да кто-то из женщин там наденет яркие туфли и тем самым будет выделяться и как раз вот на фоне вот этих вот акцентных вещей можно рассуждать о том как рассмотреть этот стиль в других странах то есть например в нашей стране цвета будут сдержанные мягкие в то же время с небольшой претензии на роскошь да то есть это какие-то орех темные да на фоне чего-то сдержанного светлые плентуса высокие да какие-то подушки с легким орнаментом узором так далее более сложные линии но очень сдержанное то есть нео классика классика это немножечко разные вещи но это с современным оттенком прошлое современным оттенком точно также и цвета если раньше это были насыщенные такие какие-то золото да то есть сейчас глубокий градус 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 цвета он снижается в современном понимании а вот если мы рассмотрим италию итальянцы немножко воспринимают уже по-другому на его классику они хотят добавить более плотных оттенков они могут даже применить вот зеленый который будет на порядок ну раза наверное в два темнее чем вот этот но акцентом это не значит что они все всю свою комнату такой цвет выкросят допустим может быть цвет камня и яркие шторы которые то есть защитя но очень а удачи но они не боятся то есть наши люди они больше вот зажаты в рамках того что привычно люди которые из италии да не зря же там итальянская мебель там они такие веселые они такие эмоциональные вот они в интерьер даже в этом стиле они будут выносить какой-то изюм своеобразные а французы они более игривые у них будет желтый он будет ярче на этом желтом появятся золотистые узорчики да на ножках классического на у классического дивана будет легкая патина то есть вот не вульгарная не помпезная а вот именно легкая немножко такой гривы где-то будут стоять игривые подсвечники может быть где-то проскользнет в маленьком отголоски интерьер там ангелочек но то есть вот ним слега слегка слегка то есть это не будет чересчур как когда-то а вот а именно легкий такой флёр игривости вот то есть вот этот нео классика она как раз будет в нашем варианте более спокойная более сдержанная более строгая которая немножко держит тебя в рамках итальянцы они немножко эмоциональный народ они добавят эмоции в качестве цвета яркого до акцентов у них будет больше а французы небольшой такой игривости легкой такой игривости интерьер может быть вообще полностью светло-желтых тонах и на фоне этого будет что-то такое игриво золотистое белое то есть вот это тоже быть но опять же нужно понимать чтобы не путать классику и на у классика на более сдержанная классика она более помпезная пик с этим стилем по крайней мере цветами в этом стиле стало немножко более понятно что дальше дальше наверное ярким примером будет этно это просто примерными понятный всем потому что это это африка по большому счету это сразу меня лично первые эмоции африка африка что это такое это песок это глина это глянцевый черный цвет разные закаты черные закаты да то есть это вот такой насыщенный такая теплая непосредственно очень теплая гамма теплая мебель теплая стен мне кажется нет тут меньше контрастов в африканском стиле ну контраст да то есть вот черная терракота то есть тут вот до контраст будет но все это будет очень теплым то есть песок глина а цвет самой расы дамы в принципе понимаем дачу мы говорим черные черные ночи да там животные но это будет очень теплая потому что африка очень жаркая страна вот и я думаю тут даже не нужно приводить какие-то примеры интерьера все сразу себе представляет африканское племя да какие-то яркие аксессуары там на племени там да ну по моему с избытком да понятно какие тут цвета практически нет холодной гаммы все в теплой гамме желтый более песочный оранжевые терракотовые красные глянцевый черный но он при эти тона не все приглушенные они не вызывают агрессии потому что они во всем этом выросли данный интерьер возможно вот в нашей стране в нашем городе может выбрать путешественник то есть он путешествует он вдохновляется он ездит по вот этим этническим странам ему близка эта культура обычный человек ну скорее возможно где-то будет использовать в той же самой на его салатик статуэтки возможно может быть подушечку положит терракотового цвета так для уюта но полностью скорее всего нет скорее всего нет такой интерьер будет чересчур чересчур потому что это слишком для на нашего региона это перебор пик смотрите мы небольшой такой путеводитель по стилям составили по цветам в этих стилях да теперь задача если кто-то сейчас мысленно определился что ближе ему этно или ближе ему все-таки него классика вот теперь задача я понимаю что все вот эти вот вещи вы тоже принесли в нашу студию неспроста каким образом нам научиться сочетать это все в интерьере для того чтобы стиль подчеркнуть а не развалить наоборот потому что то с чего мы начали все лучшее сразу нам кажется мы приобрели прекрасные оттенки древесного да что мы подобрали изящнейшие статуэтки африканские как потом вот эти вот цвета в интерьере помирить как понять что вот эти оттенки будут жить друг с другом а вот так лучше не делать давайте например во первых не нужно забывать что цвет неотъемлемо связано с конфигурациям с конфигурации помещения с его размером если у вас небольшое жилое помещение предположим у вас однокомнатная квартира лучше использовать светлые оттенки если это у нас например будет какой-то интерьер в неоклассики в той же самой да мы можем выбрать секундочку давайте покажем у вас как это удивительная книга очень очень удобно играть допустим есть у нас вот такой интерьер и что сделать если мы хотим подобрать ему пол разного мы можем взять но это не совсем наверное про него классику это больше наверное как раз вот к эко стилю до будет светлые стены светлый пол белый потолок но тут нету природных таких каких-то акцентов зеленых коричневых каких-то таких шоколадных то есть вот немножечко разбавить его хочется вот он очень гладкий для обывателя он очень хорош для меня как для дизайнера я бы сюда наверное мне хотелось вот ну не пол конкретно да вот этот цвет перенести где-то на текстиль возможно даже вот эту вот нишу где-то подчеркнуть как там может быть общитель деревом таким же то есть добавить немножко фактуры вот про наук классику тут наверно не получится показать только если по сочетаниям то есть не надо забывать что каждый стиль он же еще добивается мебелью всем вот это будет ближе уже к африке да то есть это ближе кэт на да это ближе понятно более насыщен более насыщенные такие вот это ближе уже будет наверно проект на если мы сюда добавим темный диван деревянными ножками то это будет этно если мы вместо светильника поставим какую-то тотемную такую вещь да то это прям будет этно зашьем эту нишу и повесим картину саванны например на стену вот это будет это то есть так чтобы вот если вам этот эти сочетания близки вы их повторяете в своем гардеробе можно их смело брать но не забывать что желтый цвет будет желтым при теплом освещении не надо забывать о том как льется свет потому что все зависит от цвета даже когда мы приходим в магазин она спрашивает какой вы хотите теплый или холодный свет как это учесть своей квартире потому что действительно мы приходим в магазин мы выбираем оттенок обоев или краски после этого даже дизайнер может показать нам прекрасный проект но мы приходим в свою квартиру и понимаем что она солнышко только с утра или наоборот вечером поскользящий и все смотрится совсем уначе как предусмотреть эти моменты эти моменты предусмотреть лучше всего как раз светлым интерьером и дополнительным освещением то есть если у вас затененная сторона квартиры нужно привнести в интерьер как раз желтые оттенки бежевые оттенки взять возможно не холодный белый свет до теплую свечение и тогда ваш интерьер будет более солнечным даже если вы не любите желтые оттенки а при относитесь больше к серому хорошо там даже к черному но черный наверное лучше не стоит использовать он расширит пространство но убьет свет тогда вам нужно будет добавлять еще больше освещения все зависит в интерьере от того как льется свет и как он сочетается с цветом потому что при преломлении лучей будет совершенно другой оттенок поэтому если темная сторона берите светлые оттенки сдержанные в наших квартирах лучше не нужно брать крупные орнаменты потому что низкие потолки берете крупный орнамент насыщенный цветом просто убавляете высоту и убиваете интерьер вообще по стилистике полностью лучше сделать однотонные стены и потом повесить постер который вы сможете поменять через год-два вам надоест вы можете повесить три большие рамы 7 сегодня у вас это саванна а завтра у вас листочки просто ну и вот таким образом можно свой интерьер обыгрывать там чуть ли не каждые два года до сделать светлый выкрас поставить обычный диван на деревянных ножках и один год у вас это эко стиль другой год вы добавили изобилие темно-терракотовых штор другой декор и уже отголосок этно или легкого французского какого-то в зависимости от вот этой вот цветовой палитры вы добьетесь того что вы можете варьировать даже несмотря на то что вы не переделывали полностью его по материалам кардинально не меняли какие-то поверхности миг спасибо большое время нашей программы сожалению неожиданно подошло к концу я очень надеюсь что встреча была не последней потому что я вижу как увлеченного рассказываете я понимаю что здесь все что в том что касается интерьеров оформления домов дизайна и полезных советов которые изменят качество нашей жизни меняя пространство вокруг нас совершенно точно еще есть о чем поговорить спасибо большое это было качество жизни с ольгой метрофановой до встречи спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...